На наших глазах творится история, и это все отчетливо видно здесь, во время работы Ресклуба. И что вы могли бы сказать о каких-то результатах того, что уже сделано до этого часа, до этого момента? Вы знаете, вот есть, по-моему, в этом вопросе две стороны, то есть две плоскости, о которых нужно говорить не только, допустим, в первой, как о цифрах, о каких-то результатах в цифрах, но и в таком вот морально-психологическом аспекте результаты тоже очень важны, потому что создание такой площадки, оно впервые в Узбекистане, и тем более в период такой активной избирательной кампании, вот такого важного политического события. Мало того, что мы можем еще больше, этот потенциал, вот этот вот творческий потенциал наших СМИ, и самое главное, вот это элиты нашего общества, которые все представители всех слоев населения, здесь были очень много специалистов, почти многие, по многим отраслям, все они сегодня показали, какой это потенциал, и это только начало какой-то реализации всего этого потенциала. Я думаю, что это не конец, и это не все, на что мы способны вообще. Но особенно наши журналисты, они должны вот уже начинать работать в новых условиях, это вот такое вот, знаете, новое веяние такое, понимаете? Что такое для вас выборы в 2016-м Узбекистане? Ну если, боюсь, что быть банальным, но все равно, это мое будущее, хотя я уже прожил немало, но это будущее моих детей, и детей моих детей, так что я думаю, что это жизненный вопрос для каждого из нас. Ну и в плане того, что насколько наша страна будет еще прогрессировать и идти вперед, от этого мы все как бы заинтересованы. Я думаю, что это главное. Здесь присутствует очень большое количество зарубежных наблюдателей. Впервые в Узбекистане даже такое авторитетное образование, как ОБСЕ, БДИПЧ, они приехали сюда в полном составе, это более 250 человек, и журналистов очень много приехало. И то, что сегодня вот так вот очень насыщенная палитра событий вокруг избирательной кампании, и сама избирательная кампания, сама по себе она очень насыщенная. И то, что вот даже этот тресс-клуб, который открыт здесь, и открыт для всех, не только для журналистов местных или зарубежных, но и для гостей, они сюда заходят черпать эту информацию, они заходят сюда общаться, они заходят сюда окунуться в эту атмосферу, в этот процесс, живой процесс. И такой вот быстротечный процесс, это, вы знаете, как вдохновляет человека узнавать больше, делать больше. Для журналистов это вообще, я думаю, это кладезь настоящая. И здесь можно подзарядиться хорошо, перезагрузиться и выдавать то, что здесь вот получено. А получается, и получают они очень много. Во всяком случае, у них есть такая возможность, появилась, когда они не могут, допустим, прорваться к какому-то министру или к какому-то чиновнику. А здесь, с глазу на глаз, без всяких проволочек и без всяких этих условностей, они могут задавать интересующий им вопрос и получать на это вопрос ответ. Это очень важно, важно в психологическом плане. Спасибо. Узбекистан – это традиционно восточная, очень уникальная страна, в которой присутствует элемент демократии еще с кочевых времен, еще с времен Великой Степи. И Гумилев к этой теме много раз обращался. Я думаю, что это связано с тем, что мы всегда жили общинами, мы всегда жили в большом количестве людей, и отсюда у нас вот такое сознание. Запад отличается другим подходом, там больше сильно индивидуальное эго, и поэтому очень низкая явка. Даже иногда бывает трудно обеспечить 33-35%. Я не хочу делать каких-либо прогнозов, но я думаю, что завтра у нас явка будет не меньше 80%. Начинается новая веха, новая веха в истории Узбекистана. И люди это связывают с тем, что должен быть продолжен путь курс первого президента Узбекистана. А им это очень важно, потому что они думают о своем будущем. И я уверен, что это будет правильный выбор. Мы в течение очень короткого времени, буквально недели, сделали большую работу. Не только два человека здесь. Много присутствовало еще чисто организаторов, да, гражданского сектора больше. И это люди, которые нам хотели помочь. И сами организации, которые изъявили желание, что такая возможность уникальная перед выборами, представить, сделать презентацию о своих достижениях. В стране уже 25 лет, и мы можем уже чем-то гордиться первыми своими плодами. И отрадно, что международные эксперты тоже всегда были открыты. И я думаю, что это уникальная возможность, когда пресс-клуб позволяет посмотреть на себя извне, то есть и глазами других людей. Потому что мы привыкли все видеть по-другому. И наш пресс-клуб по-браке, по-моему, стал неким вот зеркалом, да, который отображает нашу реальную действительность. Я когда тоже, как будучи избирателем, знакомился с предвыборной платформой наших кандидатов, я понял, что у всех очень четкое видение нашего будущего. Я думаю, что раз политики так хорошо подготовились к этим, и то, что начинается новый этап, я думаю, что не буду предвосхищать события. Думаю, действительно, у нас начинается новая эпоха, новая веха в нашей истории. В добавлении к тому, что только что говорили мои коллеги, могу сказать, что Узбекистан в эти дни становится страной хороших новостей. Узбекистан-ньюсмейкер. Каждый день, каждый час здесь происходят события просто невероятные. Один спикер сменяет другого, и все говорят о том, что Узбекистан меняется. У Узбекистана огромная перспектива, что таких выборов, как в этот раз, в Узбекистане не было до сих пор.